У остановки Выборгская морозным утром понедельника в аварии пострадал водитель Ниссана Атлас. Этот автолюбитель спровоцировал ДТП, в котором оказались повреждены сразу три иномарки. Двигались только две из них. Хозяйка третьей стала заложницей обстоятельств. Столкновение джипа и микрогрузовика произошло на глазах у автолюбительницы. Она стояла на линии светофора, ожидая, когда электронный регулировщик разрешит ей выехать с Выборгской улицы на Карла Маркса. Горожанке нужно было свернуть в направлении аэропорта. Именно с той стороны и ехал будущий виновник ДТП, управлявший Ниссаном мужчина. Ему наоборот нужно было свернуть с главной улицы города налево, на Выборгскую. При выполнении этого маневра он не уступил дорогу шоферу Митсубиши Паджеро, который ехал ему навстречу со стороны центра города. Грузовик хотел повернуть и джип в него, в бочину, человек чуть не вылетел с машины, он повис. И его быстренько вытащили и вызвали скорую. А в меня уже как по инерции он откатился. Я и назад сдать не могла, потому что у меня сзади машины стояли. Больше всего автолюбительница радовалась тому, что к моменту столкновения она успела высадить из машины ребенка. Доставив его в детский сад, хозяйка Плео в обществе подруги ехала по делам. Уяснив роль этой участницы столкновения, полицейские перешли к опросу автолюбителей. Водителя грузовика увезли в больницу, поэтому защищаться он пока не мог. А шофер внедорожника свою вину отрицал полностью. Ключевой вопрос – сигнал светофора, который горел обоим водителям. Хозяин Паджеро, который, кстати, тоже за несколько минут до аварии высадил из машины своего ребенка, уверенно излагал – горел зеленый. И поэтому 56-летний водитель «Атласа» обязан был его пропустить. То, что оппонент видел приближение опасности, шофер джипа был уверен. Передо мной не было ни одной машины, он стоял третий на поворот. Передо мной повернула одна машина, повернула вторая машина. Он начал поворачивать, увидел меня, притормозил. Потом, ну, я еду, он решил, наверное, проскочить, не знаю, и зашел. На этом перекрестке имеется трафик-камера, сигнал которой записывается в видеосервера. И она зафиксировала ошибку виновника ДТП. В момент столкновения светофор только начинает мигать зеленым светом. Из этого следует вывод, что водитель Паджеро правил не нарушал, ехал на разрешающий сигнал. Шофер же «Атласа» при повороте налево должен был уступить ему дорогу. С места происшествия Мария Склярова и Виталий Векслер.